Пластическая хирургия и косметология, помимо, собственно, эстетики, все чаще заходят в область мужского и женского здоровья. Эту сферу принято называть интимной пластикой. И сегодня, не без смущения с нашей стороны, будем говорить об этом. Итак, начнем с таких женских неприятностей, как разрывы после родов. Они приводят к дискомфорту в интимной жизни, а также во время физических нагрузок. Если это рубцовые деформации, то можно сделать коррекцию рубцов. То есть, иссечь их и по новой зашить. Также это можно сделать, если это растяжение стенок влагалища, можно их наполнить по методу липофилинг. То есть, это пересадка собственной жировой ткани. Если гипертрофированы органы женских гениталий, то есть, мы можем все это дело скорректировать, где-то усечь, где-то уменьшить, повысить чувствительность. Бывают малые половые губы гипертрофированы, а бывают большие половые губы гипотрофированы. Там вообще нет жировой ткани, там как будто впадины. Тогда тоже можно методом липофилинг взять жир с предней брюшной стенки, закачать большие половые губы, чтобы придать им более такой естественный вид. Косметология предлагает свои варианты решения гинекологических проблем. Например, инъекции гиалуроновой кислоты, радиочастотное и лазерное интимное омоложение. Обращаются после беременности женщины. Женщины в менопаузальный период, да, соответственно, когда уже гормональный фон меняется, и определенные есть моменты, проблемы в плане сухости, в плане дискомфорта, жжения, какой-то также эстетики. Устраняется недержание, улучшается качество интимной жизни, в том числе улучшается микрофлора. Есть также ряд мужских проблем, которые решаются с помощью косметологии и пластической хирургии. К нам мужчины обращаются для того, чтобы изменить форму наружного полового органа, даже, можно сказать, органов. Потому что мы можем делать операцию не только на половом члене, также мы можем сделать, например, протезирование. Также мужчин часто беспокоят липодиспропорция, то есть избыточные жировые отложения в области лобка. В этом случае мы делаем липосакцию. В случае утолщения полового члена мы применяем методы. Это утолщение филлерами, либо также метод липофилинг, пересадка собственной жировой ткани. Реабилитация – это чаще всего, конечно, это половой покой в течение месяца. Обработка области половых органов растворами антисептиков. Вовремя прийти на снятие швов, если это мужчины, потому что у женщины рассасывающиеся нити используются, у мужчин обычные. Это ограничение спорта, бани, сауны на две недели, как у мужчин, так и у женщин. И это ограничение именно спортивно-физической нагрузки, ну, тоже 3-4 недели. Интимная пластика напрямую связана с состоянием здоровья. Психологический комфорт и лучшее качество жизни – это очень важно. Не будем говорить обо всем во всех подробностях. Главное – усвоить одно. Всегда очень важно найти своего врача, которому ты доверишься.